Вперед быстро. Два, три, пять троллейбусов за невероятные деньги для городского бюджета ничего бы не решили. Кроме этого, рачительный хозяин всегда, даже старое, реконструирует и делает. Я вчера, буквально позавчера приехал из Киева, я там насчитал, пока ездил по Киеву, с банковой, там, кабинет министров, и после этого по некоторым улицам, где есть троллейбусные линии, насчитал 12 троллейбусов старых, восстановленных. Так вот, вам восстановленный троллейбус, который восстановили практически из металлолома, вот, просертифицировали, он тоже будет служить. Это наш троллейбус, который здесь служил уже не один десяток лет. Надо просто беречь то, что у тебя есть, и наращивать то, что... Программа приобретения новых троллейбусов на будущий год у нас будет продолжена. У нас уже есть долгосрочные переговоры с Луцком, это вынужденная мера, которая, в принципе, решает транспортную проблему. Но, конечно, никто никогда не откажется от нового муниципального транспорта. А также принцип должен быть такой. Если бы мы 10 лет назад, 12 лет назад, каждый год покупали бы по 3-4 троллейбуса, нам бы сейчас не было необходимости так много иметь затрат на приобретение. Если бы мы раз в год покупали 2-3 машины снегоуборочных, универсальных посоровозов, у нас не было бы проблем. Мы все время смотрели в сторону глобальных проектов, все время надеялись на частников, которые, в конце концов, подвели по полной программе город, которые привозят всякий металлолом и ставят его на маршруты в виде этих мерседесов. На вид очень эффектных, но никуда не годных, потому что мерседес очень дорогой в обслуживании, потому что у вас запчасти просто невероятные. Здесь же, здесь же, в этих троллейбусах Шкода, вот, завод, который нам их поставляет, обязуется 5 лет поставлять все необходимые комплектующие и запчасти. Я глубоко убежден, что в очень недалеком будущем, особенно там, где есть микрофоны, вот, некоторые отдельные депутаты, особо хорошо настроенные к тому, чтобы кого-нибудь, как бы, очернить, кого бы то ни было, на самом деле являясь безработными на протяжении достаточного времени, разъезжающие на хороших лимузинах при этом, они будут рассказывать всякую глупость про то, что сделано что-то не так. Пусть люди оценивают, людям это нравится. И отчитываться мы будем перед горожанами, а не перед политиканами и болтунами.